13 июля в 15.31 по московскому времени с космодрома Байконур была запущена космическая обсерватория «Спектр рентгенгамма». Это международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Научным руководителем проекта с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Алеевич Сюняев. Планируется, чтобы получена полномасштабная карта неба в рентгеновском диапазоне. Это уникальное научное предприятие, миссия, которое поможет обнаружить объекты, излучающиеся в рентгеновском диапазоне, о которых мы раньше не знали. То есть это другой мир, который мы не могли зарегистрировать с телескопами наземными, или который не могли, например, зарегистрировать телескоп Хаббла, или телескоп в инфракрасном диапазоне, или телескоп Планк, который тоже работал в точке Лагранжи-Л2, но он работал в миллиметровом диапазоне, в радиодиапазоне. То есть он исследовал микроволновое излучение. То есть они были предназначены, те телескопы предназначены для других задач. Поэтому спектр рентген ГАМ будет решать свои задачи, уникальные задачи, которые не могут решить другие телескопы. Глаза спектра РГ – это два мощнейших телескопа – российский Артекси и немецкий Ярозита. Таких сложных оптических приборов человечество не делало за всю свою историю. Российский телескоп будет работать жестко в рентгеновском диапазоне. Только так можно пробиться сквозь слои газа и пыли на пути луча к другим галактикам. Жесткий рентгеновский диапазон, в котором будут обнаруживаться объекты с помощью российского телескопа, это означает, что российский телескоп будет обнаруживать, наверное, самые горячие объекты, которые разогреты до температур сотен, миллионов, до миллиарда градусов. А немецкий телескоп будет обнаруживать не такие горячие объекты, но которых, может быть, их большего количества. Смотреть на Вселенную спектр РГ будет из точки Лагранжа-Л2, примерно в полутора миллионов километров от Земли. Там нет таких сильных помех, как, к примеру, на орбите нашей планеты. А значит, условия для наблюдения близки к идеалу. Отметим, что в Роскосмосе еще ни разу не отправляли в точку Лагранжа-Л2 космические миссии. И это будет первый опыт по доставке туда Российской орбитальной обсерватории. Примерно необходимо 100 суток для того, чтобы обсерватория долетела до этой точки. И очень важно сейчас отслеживать, по правильной ли орбите, по расчетной ли орбите, движется спутник СРГ к своей точке постоянной дефлокации. Здесь в настоящее время важную работу выполняют наземные оптические телескопы российские, начиная от Авсурийска и до Крыма, которые каждую ночь отслеживают положение спутника на звездном небе. И в том числе наш телескоп, полутораметровый установленный в Турции, телескоп Казанский университет, который мы называем Российско-Турецкий телескоп, тоже практически каждую ночь сейчас с 15 июля выполняет работу по наблюдению спутника СРГ на звездном небе. Спутник выглядит как слабая звездочка, примерно 17-18 звездной величины, то есть глазом вы его не увидите, и с помощью маленьких телескопов тоже не увидите, поэтому нужны крупные телескопы. Но особенностью нашего телескопа, установленного в Турции, заключается в том, что там прекрасная оптика, прекрасный астроклимат, потому что это юг в горах Турции, и отличная ПЗС-матрица, которую приобрел для нашего проекта Рашталевич Сюняев за счет средств директорского фонда в Институте Макса Планка. И вот эти сочетания всего лучшего, лучший телескоп, лучший астроклимат и лучшая ПЗС-матрица позволяют нам сейчас получать среди российских телескопов лучшие координаты спутника СРГ. И эта информация очень важна для Роскосмоса, потому что она позволяет правильно скорректировать орбиту. Примерно через 100 дней после запуска на орбиту начнутся первые исследования, которые приведут к грандиозным открытиям. Лилия Талипова, Олег Капачаев, Универа Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин